Всем привет! Вы смотрите канал Russian with Dasha. Канал для тех, кто изучает русский как иностранный. У меня давно не было видео с моими учениками. Как вы знаете, я работаю онлайн, у меня взрослые ученики. И я решила сделать цикл видео о том, как мы изучаем русский и какими материалами пользуются мои ученики в свободное от уроков время. Сегодня гость моего канала Даниэль. Привет, Даниэль, как дела? Привет, Даша. Всем привет. Спасибо за приглашение. Я сегодня хорошо, у меня всё хорошо. Спасибо. Отлично. Спасибо большое, что согласился прийти. Ты первый гость в этом году. Даниэль, у нас с тобой сегодня был урок номер 62. Ты помнишь, когда мы начали заниматься? Я думаю, что мы начинали в 2021 году, я думаю. Наверное, в конце года. В конце года, да. В декабре. В декабре, да. И скажи, пожалуйста, почему ты изучаешь русский язык? Почему? Хороший вопрос. Почему ты решил его изучать? Да. Первый контакт с русским языком был уже в 2016 году. Моя жена, она хочет понимать певец Александр Рыбак. Да. И тогда, в 2016 году, мы делали маленький курс на взрослых школ в Германии. Это был курс для взрослых в школе в Германии. Правильно? Правильно. Отлично. И какой это был курс? Сколько уроков? Я думаю, было 10 уроков. Примерно 90 минут, я думаю. И что ты знал? Что ты умел? Ты умел читать, умел писать? Да, умел читать. И я думаю, что это тогда было всё. То есть ты научился читать, да, за 10 уроков, и ты решил продолжить изучать русский. И что ты потом делал? Ну, после курса мы не продолжали. Но в 2020 году я снова нашёл документы курса, и потом у меня было время, потому что у меня было более свободное время, потому что коронавирус был. И я не знаю как, но я нашёл сайт АйТоки, и там я собронировал первый урок русский язык. Первый урок русский язык? Первый урок русского языка. Молодец. Первый урок русского языка. Отлично. И потом ты занимался с разными учителями на АйТоки. Правильно? Правильно, да. Сколько раз в неделю у тебя были уроки, и сколько примерно учителей? Учителей примерно до сих пор 10, я думаю. Сейчас я один раз в неделю... Неделю, правильно. Обычно в субботу у меня урок с тобой. И иногда, если у меня есть время, тоже один урок с учителем из АйТоки. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Откуда ты? Чем занимаешься? Где работаешь? Хорошо. Ну, меня зовут Танил, мне 36 лет, я из Германии, а я живу в маленьком городе в Северном Рейн-Вестфалье. Город называется Зиген. Я работаю бухгалтером. Я каждый день езжу на работу. На работу в офисе. Куда? В офисе. На работу в офисе. Да, на работу в офис. И мы с тобой начали заниматься во время пандемии, да? Сейчас ты можешь составлять целые предложения, но раньше тебе нужно было подумать несколько секунд, чтобы вспомнить слово, и потом подумать, какое окончание, да, у этого слова. И мы с тобой начали заниматься по учебнику Привет, Россия для уровня А1. Сейчас мы занимаемся по учебнику Привет, Россия для уровня А2. И мы, по-моему, на пятом уроке. На пятом или на четвёртом уроке учебника. Я помню, Даниэль, что ты говорил, что хочешь сдать экзамен, когда окончишь курс А1, верно? Верно, да. Но я не сделал это, я не делал это, потому что ситуация в мире изменилась, и было трудно. Но я думаю, что в этом году, в конце этом году я попробую делать экзамен. Ты в конце этого года хочешь сдать экзамен А1 или А2? Хороший вопрос. Может быть, даже А2, но сейчас не знаю. Отлично. Давай поговорим о твоём опыте. Я знаю, что ты много слушаешь, много читаешь. А, кстати, ещё такой вопрос. У тебя есть родственники из России или друзья из России, с которыми ты говоришь по-русски? Нет, у меня нет родственников, которые говорят по-русски. Да. То есть у тебя практика только с преподавателями. Да, и тоже чуть-чуть с... Так, коллега с... Коллегам. Нет. Нет. Творительный падеж. Нет. Да, творительный падеж. Коллега с... коллегой. Молодец. Да. Но с бывшим коллегой. Вот так. С бывшим коллегой, да. Да. То есть ты говоришь с бывшим коллегой как часто? Иногда я в WhatsApp пишу с неё. Да. Если ты... ты пишешь ей, да, или переписываешься с ней, да. Да. Иногда я переписываюсь с ней. Хорошо. И что ты делаешь, когда нет уроков? Я люблю слушать подкасты. Например, я думаю, что все, которые серьезно учат русский язык, уже знают эти подкасты. Ну, например, Russian with Max, Russian with Sasha и, конечно, Russian with Dasha. Спасибо. Я люблю читать и у меня много книг. У меня много маленьких книг. Молодец. Маленьких книг. Мы недавно изучали родительный падеж, да. Во-первых, давай про подкасты. Как ты слушаешь подкасты? Как это делать эффективно? Эффективно. Ну, я очень люблю гулять и одновременно слушаю подкаст. Конечно, эффективно, когда у тебя есть транскрипт, я думаю. Первый раз я слушаю, я только слушаю и потом читаю текст. Да. Как ты работаешь с текстом? Я только читаю. И, ну, первый или третий раз, когда я слушаю подкаст, я слушаю и я читаю текст одновременно. Ты читаешь вслух? Нет, я не читаю вслух. Хорошо. Ты начал говорить про книги. Какие книги тебе понравились? Какими ты хочешь поделиться? Да, у меня, ну, у меня так много книг. Да, давай посмотрим. Да, посмотрим. Секундочку. У меня, например, такие книги, они только по... Они только для немецких людей, я думаю. И они... у этих книг короткие... короткие истории. Первая... извини, пожалуйста, что перебила. Первая называется «Не ищи меня», да? А кто автор? Различные авторы, я думаю. Это не только один автор. Да. На сайте мы обязательно укажем авторов этих книг. Например, я думаю, что люди, которые изучают... изучают... Изучают. Изучают язык, знаю Оли Ричардс. Да. У меня есть такие... у меня есть книг, и иногда у меня есть аудиокниг, и у меня... Иногда у меня есть только и-бук. Угу. Электронная книга. Электронная книга, да. Да. Хорошо. То есть Short Stories in Russian, да? Да. Это хорошо, потому что там тоже есть аудиокниг, и ты снова одновременно можешь читать и слушать. Да. Отлично. Отличная практика. Хорошо. Что ещё? Что ещё? У меня тоже один... как... Учебник. Да. Ну, а, так. Комик по-русски. А, это комиксы. Это комиксы, да. И это тоже... знаю, это... циркон, это фалак по-русски, по-русски... издательный... Издательство. Издательство. Да. Пирожок с секретом, да, называется. Пирожок с секретом. Какие каналы на YouTube ты смотришь? Угу. Выпусков. Выпусков, да. Выпусков. Выпусков. Конечно, как-то Даша... у Даши есть новое видео, я смотрю это видео. Угу. Спасибо. Да. И, честно говоря, я думаю, что это всё. Я знаю, что там много-много другие каналы, но... Russian with Max и Russian with Sasha, да. Да. Много других каналов. Да, конечно, выбирайте те каналы, которые вам интересны, чтобы они подходили под ваш уровень. Сейчас появилось очень много преподавателей русского как иностранного. Ты смотришь аутентичные материалы, слушаешь новости или интервью? Я смотрел фильм Ирония судьбы. Ирония судьбы, да. На YouTube. Новости я вообще не слушаю по-русски. Ну, я слушаю... у нас есть радиоканал в Германии VDR. И у них есть по-русски, по-турецки, по-испански выпуски. Иногда я слушаю эти выпуски. Интересно. Хорошо, спасибо. Как ты думаешь, сколько часов в неделю ты уделяешь русскому языку? Сколько часов ты занимаешься? Иногда только один, если у нас есть урок. Иногда 10, 50... Зависит от времени и зависит от свободного времени. От свободного времени, да. Есть ли свободное время. И мне интересно, какие рекомендации, какие советы ты можешь дать тем, кто, например, потерял мотивацию или не видит прогресса? Ну, просто продолжайте. Конечно, когда у меня был плохой урок, я совсем не понимаешь, что был сказал... Ты не совсем понимал, что сказать или что я говорила? Что сказать, да. Ага. Ага. После этих уроков я забронировал, я бронировал следующий урок. Угу. Да. Ну, просто продолжайте. Конечно, я не знаю, как это сказать по-русски. Be realistic. Угу. Будьте реалистичны, да. Да. Смотрите на всё реалистично. Да. Если у тебя был пятый взят урок, и ты не мог сказать один предложение, можно это не работает для тебя. Да. Ну, я думаю, что, конечно, если ты хочешь изучать язык, это долго... И скажи, пожалуйста, в чём плюс занятий с разными учителями? Да. А, да. Плюс, конечно, что ты слушаешь различные голосы. Голоса, да. Ага. Немного быстрее говорить. Да. И это иногда... Я чувствую, когда урок закончен, что мой мозг был... Не знаю, как сказать... Да. Интенсивная работа, да, была. Интенсивная работа, да. Да. Хорошо, спасибо. Какие у тебя планы? Чем займёшься? Может быть, планы на лето или на ближайшее время? Угу. Угу. Нет, у меня сейчас нет огромных планов. У меня на этой неделе... Да. На этой неделе отпуск. Я попробую отдыхать. Угу. Угу. Да. В Сент-Абире у нас... Может быть, мы делаем отпуск. Какие страны вы хотите посетить? Куда хотите поехать? Да. Ну, я очень хочу... Поеду в Италию. Хочу поеду? Хочу поедать... Поехать. Поехать. О, ехать, да. Это нормально. А ещё куда? Моя жена, она хочет поехать в швей... Швейцкий? В Швейцию или в Швейцарию? Швецию, да, класс. Я там никогда не была. Но я вам желаю прекрасно отдохнуть, если вы поедете. Есть ещё что добавить? Может быть, хочешь что-нибудь ещё сказать? К сожалению, у меня нет секретных советов. Просто продолжайте и, как сказать, take a teacher. Да, найдите учителя. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Я думаю, что Даниэль на них ответит. Даниэль, тебе желаю хорошей недели. Мы, кстати, не договорились, когда у нас следующий урок. Да, когда увидимся? Через неделю? Да, через неделю, в субботу. В субботу, как обычно? Как обычно, да. Отлично. Обычно это 11 по московскому. Да, 11 по московскому времени. Да, тогда делай домашку и увидимся с тобой 29 числа. Спасибо большое, ты молодец, отлично говорил. Без подготовки, да, мы с тобой не готовились. Увидимся через неделю. И, друзья, если хотите скачивать транскрипции или просто поддержать мой канал, заходите на Патреон. Я всегда рада новым людям в нашем сообществе. Спасибо, всем пока! Пока-пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова